Радио Болтком. Это не инициатива, это, вернее, директива Евросоюза, что 22% всех автомобилей покупных должны быть зелеными электромобилями. Ну и, собственно, директива, чтобы какой-то процент из официальных закупок также был вот этот зеленый транспорт. Насколько я понимаю, вы буквально сегодня вот рассматривали эту инициативу. Можете ли вы нам рассказать, что по итогу принято, какое-то решение, может быть, уже? Ну, решение еще не принято. Если мы смотрим на транспортный сектор, тогда очень существенно разделить транспортный сектор на фактически три части. Во-первых, это частный транспорт, машины, которыми мы ездим. Вторая часть – это общественный транспорт. И третья часть – уже коммерческий транспорт. В этом случае, если мы хотим озеленить транспортный сектор, конечно, с точки зрения и государства, и муниципалитетов, надо думать о зелении транспорта, который связан с общественным намного быстрее, поскольку принимает решение государство или муниципалитет фактически единолично, делая закупки. Если мы смотрим на коммерческий транспорт и частный транспорт, тогда, конечно, здесь надо смотреть на возможности, которые предлагает инфраструктура. Если сегодня мы можем на своем частном, например, бензиновом или дизельном транспорте ехать, например, с Риги Венспилс, по дороге заправить, если нам это нужно и продолжать путь, тогда, если мы смотрим на электромобиль, тогда, к сожалению, инфраструктуры на данный момент таковой не существует в нужном объеме. Если мы смотрим на цифры, тогда, конечно, здесь общественный и коммерческий транспорт связан с средствами, которые человек может разрешить себе купить транспорт. Ну вот я сейчас, например, общаясь с вами, смотрю на предложение, например, в второстепенном рынке машина 2015 до 2020 года выпуска стоит примерно от 30 тысяч евро. Это вы про электромобиль, что 30 тысяч евро? Я говорю про электромобиль. Ну, если мы смотрим на Теслу, тогда уже там за тысяч 60, да? Ну, давайте как бы вернемся к таким, ну, BMW и так далее. Тогда, конечно, здесь примерно 30 тысяч, если мы смотрим на такого же самого года машину, но бензиновый и дизельный мотор, примерно 15 тысяч, да? Это два раза. Если человек, например, очень ориентирован на сохранение среды, как сказать, зелено ориентирован, тогда он может примерно на 10% больше, может быть, 20% заплатить. Но не двукратно, да? Если здесь не будут какие-то субсидии с точки зрения Европейского Союза, который нам такие цели выдвигает, я не вижу, что мы реально такие цели сможем достичь. И я сейчас очень хочу прямо и честно говорить о этой проблеме, поскольку это все связано не только с зелеными целями, но и cost efficiency, то есть возможностями зеленые цели достичь с точки зрения и жителей. Подсущественный транспорт – немножко другая тема. Здесь уже важны закупки, которые производят и муниципалитеты, и государства. Ну, говоря как раз про стоимость, как раз до вас у нас на связи был представитель ПМ-мобильности Мат Эземитис, и он говорил, что автомобили стоят дороже, но экономия идет в том, что не нужно платить налог, не нужно платить за номера, электроэнергия стоит дешевле, чем бензин в плане зарядки и так далее. Что вот по этим другим статьям идет экономия, и, соответственно, в общем смысле ближе уже к выравниванию идет. Может быть, стоит такие какие-то компании проводить в СМИ, в общественном пространстве, чтобы люди об этом знали? Ну, давайте все-таки посчитаем, чтобы мы были бы точны. Я с вами согласен, что здесь, например, заполнить бак бензином или дизелем, или, например, подзарядить электромобиль, ну, разница, конечно, существенная. Но мы ведь сразу говорим о возможности купить такую машину, да, то есть если мы смотрим на 5-10 лет эксплуатации машины, тогда денежная масса выравнивается. Но человек должен или предприятие должно купить сразу, да, то есть машину, которая стоит в любом случае два раза дороже. И здесь как бы вопрос в финансировании. Если, например, банк или финансовая институция предлагает занять денежку, например, на 5 лет при бездизельном или бензиновом транспорте, тогда, может быть, для электромобиля надо было бы дать этот срок два раза длиннее, то есть на 10 лет. Потому что и месячный платеж тогда будет выравниваться. То есть что я хочу сказать, что на данный момент цели есть, понимание, что в этом направлении развиваться есть, нет на данный момент совершенно, то есть совершенной инфраструктуры для подзарядки транспортного средства. А во-вторых, софинансирование на данный момент тоже под вопросом. Здесь есть вопросы, которые надо решать. Быстрым таким темпом продвигаться нецелесообразно на данный момент. По поводу инфраструктуры, опять-таки, есть ли какие-то планы по ее усовершенствованию, или это тоже один из тех пунктов, по которому не стоит слишком быстро скакать? Нет, есть планы. То есть здесь у нас есть государственные компании, которые занимаются инфраструктурой электросетей, как Saddell Stakels и Augsburg Stakels. Ну, Augsburg Stakels может быть меньше, но Saddell Stakels как раз в этом плане мог бы быть вовлечен в процесс. В этом случае скакать, конечно, если так мы выражаемся, нет смысла, но здесь надо обсудить и возможность эти заправки построить в таком месте, где заправление будет почти так же самое, как бензоколонки. То есть мы едем по дороге, мы можем сразу завернуть направо-налево и приехать там, где нам надо. Но если мы смотрим на ту инфраструктуру, которая на данный момент сейчас существует, где можно подзарядиться, ну тогда их надо еще в интернете особенно поискать, и только тогда мы найдем. Будем откровенны. Значит, в этом плане здесь вопрос о строении и о инфраструктуре в целом очень важен. И надо понимать, что мы на данный момент не можем в латвийский рынок, например, ввести 100 тысяч машин, электромобилей, потому что инфраструктура просто не будет выдерживать настолько большой объем. Это, конечно, постепенный вопрос, и вы очень точно отметили, что мы практически говорим о 2025 году, но мы, конечно, должны приготавливаться к этой отметке и постепенно идти, чтобы мы смогли бы и транспорт софинансировать, и потом предоставить нашим предприятелям и жителям соответствующую инфраструктуру. Ну, мы так немножко перешли уже сильно на электромобили, вот директиву ЕС, если говорить конкретно по инициативе, которую рассматривала комиссия. Там даже, насколько я понимаю, не говорится электромобили, там говорится зеленый транспорт с указанием 50 граммов на 1 километр выбросов углекислого газа. Просто, скорее всего, это, видимо, электромобили, можно предполагать, что такие имеются. Если говорить конкретно про эту инициативу в контексте закупок государственных, то есть это, видимо, транспорт для чиновников, это общественный транспорт, вот в этом контексте инициатива, она, по вашему мнению, скорее будет поддержана или все-таки отклонена на данный момент? Да, значит, 50 граммов – это не электромобиль, но почти электромобиль, потому что, если мы смотрим на гибрид, это, в принципе, тогда примерно 95 граммов гибрид. Ну, здесь уже исключаются в любом случае и дизели, и бензиновые моторы, да, то есть в этом плане. Ну, мы больше в комиссии всегда рассматриваем вопрос, который связан, нежели чиновниками, поскольку нам это неинтересно в комиссии, а больше общественным транспортом. Почему? Потому что общественный транспорт, как я уже изначально говорил, примерно третий, да, вторая треть – это коммерческий транспорт, и третья треть – это частный транспорт. Если мы можем общественному транспорту предложить электромобили, значит, мы должны инфраструктуру все-таки все равно создать. И если создается инфраструктура для общественного транспорта, которой тоже можно было бы пользоваться коммерческому транспорту, да, тогда уже мы две трети как бы могли бы подтянуть. И тогда уже одна треть, которая остается – это частный транспорт, тоже мог бы пользоваться этой инфраструктурой, но я говорил уже о вопросе финансирования. То есть в этом случае вопросы в комиссии рассматриваются изначально в больших цифрах, да, то есть вот я говорю одно треть, одно треть, одно треть. Мы не так много концентрируемся на данный момент вот на чиновников, которые не составляют большую часть, и нам о них как бы интереса большого нет. Ну, это просто, тут тоже нам в WhatsApp пишут, в Китае приводят пример, когда закупили насильно зеленый транспорт для госчиновников, и, соответственно, им, ну, за неимением лучшего слова, пришлось улучшать инфраструктуру, потому что это их автомобили, и как бы… То есть не в том плане, что это просто количественно, а в том плане, что это такая тоже некая мотивация и намек для всех чиновников, потому что все равно это взаимодействие нескольких министерств, нескольких департаментов, что вот у нас теперь тоже такие автомобили, давайте расширять инфраструктуру. Да, ну, я с вами совершенно согласен, что здесь в этом плане важно показать пример, но если мы показываем пример, закупаем для чиновников, ну, например, там, 100 электромобилей, да, и нет инфраструктуры для частного пользователя, тогда этот пример, ну, наверное, получится глупый, да, в этом плане, что самая главная доступность всей инфраструктуры и финансирование транспорта. В этом случае, если чиновники уже, как бы, показывают пример и есть созданные обстоятельства для того, чтобы частный сектор, я думаю, и физические лица и предприятия могли бы покупать электромобиль и без проблем пользоваться, я думаю, в плане подзарядки, да, конечно, смысл есть. А просто так, как бы, пример, вот, купить там премьер-министру один электромобиль, наверное, ну, пример будет, ну, как бы, пример будет, но и все. Да, будет такой пример премьера. Уже наш эфир подходит к концу, есть одна новость, она не входит в контекст зеленого транспорта, но, так как вы у нас в эфире, я не могу не спросить, и, конечно, вы имеете полное право отказаться от ответа, но новость, появившаяся вчера про КПВ ЛВ, про то, что правление партии хочет выйти из коалиции, а фракция Сейма говорит, нет, мы не хотим пока выходить. И вот премьер-министр Кричин Скариндж вчера вечером тоже сказал, что коалиция будет работать всеми пяти партиями, и пока ничего страшного не происходит. Могли бы вы прокомментировать, все-таки вы находитесь в фракции, вы глава фракции, насколько я понимаю, что же все-таки с КПВ ЛВ, будете ли вы продолжать работать в коалиции, как с этим постоит дело? Да, ну, я скажу честно, никогда не отказываюсь от вопросов журналистов, и тоже любезно вам отвечу в этом плане. Скажу честно, значит, у нас регистр предприятия довольно интересное решение принял, и такое правление зарегистрировал, где нет ни одного министра, ни одного депутата, и вообще там люди такие, которые были исключены из партии. Мне очень большие вопросы к министерству Тесла, то есть юстиции, министерству юстиции и регистрировал предприятие, кто произвел такие, ну, по моему мнению, довольно сумасшедшие регистрации. Но такое правление, я вижу, как тройка в советские времена принимала решения, и вот так мы будем делать. Извините, здесь вопрос очень простой. Партия, которая в правительстве должна соблюдать свою программу и ее ввести в исполнение. Если... ...позиции, это практически невозможно, состоит ни из депутатов, ни из министров, может быть, немножко таких обиденных людей, я думаю, что тогда мы на этот вопрос с ними консультироваться не будем, и будем продолжать идти вперед в плане исполнения своей программы. Спасибо большое за ваш ответ. С нами на связи был депутат Сейма Ральф Немир. Мы обсуждали в основном все-таки зеленый транспорт и его потенциал в Латвии. Напомню, что в первой половине с нами был специалист по мобильности Volkswagen Audi Matys Zemitis. Развора заканчивается. Его сегодня провел Артем Липин. За звукорежиссерским пультом был Родион Золотарев. Спасибо, что слушали. На одной волне с города.